всем привет Сергей из Флориды произошло трагическое событие в Перми и вот я хочу рассмотреть его с такой точки зрения с которой никто его не рассматривал и я думаю что это будет интересно и в том числе полицейским начальникам это будет интересно может быть они что-то там переосмыслят значит произошел фантастический пример поразительный пример храбрости героизма и трусости один из полицейских героически пошел сражаться с убийцей и победил его а второе в это время трусливо на улице в кавычках организовывал эвакуации людей он что полный идиот что ли или все вокруг полные идиоты это что неужели мне одному единственному понятно что человек просто-напросто струсил и не пошел в школу воевать с этим самым стрелком остался на улице ждать результата это из дома стрельбы младшего лейтенанта героического парня но это же просто ужас то есть 1 1 нужно вот этого победившего полицейского дать звание героя а второго с позором выгнать из полиции лишить всех званий не знать там пенсии и еще наказать вот это первое второе второй такой момент младший лейтенант вот этот герой парень он говорит что я бы я шел к школе или там бежал он к школе и дослал патрон патронник ребята вас что полиция без патронов патронники ходит с пистолетами а зачем он тогда вообще пистолет уважай любой парнишка на улице ударит по голове и отберет пистолет вам что у вас оружие небоеготовное что такое пистолет макарова у которого не до застегнутой кобуре лежит пистолет макарова патрон не в патроннике и он еще стоит на предохранителе но это же полный идиотизм у меня был пистолет макарова я ну я потом продал его потому что это это не не самый удачный пистолет для ношения пистолет прекрасный кстати вот но есть какие-то аналогичные пистолеты намного легче и носить и естественно их более удобно так вот пистол пистолета макарова двойной спуск достаточно тяжелый то есть я считаю что полицейский должен носить пистолет макарова с патроном в патроннике и не на предохранителе потому что это достаточно безопасно потому что спуск в двойном режиме то есть при спущенном курке дернуть спусковой крючок достаточно тяжело то есть пусть усилия пальца должно взвести курок в начале понимаете фирма сиг саур выпускает большое количество пистолетов уже лет на 30 которые используются в армии используются в полиции и пистолет пистолет и у которых вообще нету предохранителей то есть их носят со спущенным курком то есть единственно что полицейскому нужно сделать это выхватить пистолет и нажать на спусковой крючок первый выстрел будет немножко тяжелее а вот следующий момент о котором я хотел поговорить сейчас я постараюсь рекламу убрать на следующий момент к о чем я хотел поговорить значит то что этот парень герой это без сомнения но необходимо чтобы какие-то там инструкторы тактически разобрали правильность его действий что я имею ввиду значит этот младший лейтенант герой орел значит я не являюсь инструктором поэтому я свое высказываю мнение пусть инструкторы полицейские там и фсбшники разбираются с тем что произошло на что он должен был этот младший лейтенант во весь рост не показываться этому стрелку а стоять за углу за каким-то там углом выставить пистолет и из-за угла вот прячась за углом давать команды стрелку и стрелять он должен был из-за угла они в полный рост как в кинофильмах американских когда два там ковбоя друг друга стреляют и кто быстрее выхватит револьвер понимаете то есть я не знаю как и как он действовал я не знаю грамотно ли тактически он вот это вот все делал или неграмотно то есть у меня такое песня сложилось что он ни в коем случае не хочу его героизм так сайте уменьшить у меня сложилось так описание что он подходил к этому стрелку к этому пацану 18-летнему в полный рост не прячась вообще вот и и то что и он остался в живых этот младший лейтенант геройский парень этот чисто везение то есть тот видимо выстрел его на не попал вот а должно было быть как я уже сказал он должен был стоять там за каким-то углом прицеливаясь одной рукой только там часть головы только из-за угла показать и с пистолетом и давать команды все значит пожалуйста кто там занимается необходимо сделать расследование отдельное действий полицейских и в частности особенно нужно разобрать но по геройскому парню нужно разобрать действовал ли он тактически правильно вот если он действовал тактически неправильно значит нужно инструкторов загнать и пусть они тренируют этих полицейских бестолковых чтобы правильно действовали а с этим вообще разобраться который там в кавычках на улице стоял и руководил эвакуации негодяй вот так все пока всем удачи а а ну еще давайте пару слов еще раз еще скажу пару слов хотя ну можно сказать что не по теме откуда вообще эти стрелки берутся вот сша такие стрелки есть и в россии такие стрелки есть откуда они вообще выползают из какой дыры и как можно можно ли их вообще обнаружить вот таких вот людей заранее то есть можно ли как-то предупредить вот эти случаи значит эти люди стрелки вот эти все они находятся в состоянии как мне кажется пусть специалисты там на эту тему выскажутся всякие психо не знаю психотерапевты психологи значит это люди которые находятся в состоянии депрессии то есть кто-то их там может быть кто-то их обижал в этой школе кто-то их там третировал кто-то их может на переменках избивался над ними издевался или что-то в этом роде то есть теоретически вот эти вот такие вот люди которые потенциально опасные в плане стрельбы они как-то могут быть обнаружены и я не думаю что вот эти вот люди которые вот эти вот школьники которые находятся в состоянии депрессии или над которыми все время издеваются над которыми все время там насмехаются то есть не так уже сложно выявлять вот таких вот людей все пока всем удачи бай